Мастерская «Климат и люди» проводила исследование в двух деревнях – Лобшинге и Яринге. Нашей целью было исследование того, как жители адаптируются к климатическим изменениям и как вообще изменения климата влияют на жизнь деревень. Мы доработали качественными методами, полуструктурированными интервью и участвующим наблюдением. И мы старались услышать социальный мир наших информантов, его зафиксировать разными средствами. То есть мы словом, а художники – изображениями, живописью. И мы пытались это сделать вместе, так чтобы у нас получился прекрасный арт-сайенс, то есть изображение того же самого явления разными средствами. Вышел социолог к морю, в море ставят невод. Применю-ка я к поморам качественный метод. Встретил бабушку поморку, в гости напросился, а в кармане сам собою диктофон включился. А художник кистью машет и процесс фиксирует, как поморов-социолог всех интервьюирует. В процессе, когда ребята ходили по избам, они допрашивали людей, а я фиксировал изображение. То есть на изображениях тут фигурируют у меня именно участники допроса. социологического исследования. Мы посещали прекрасных помощников женщин. Причем все женщины уже довольно в возрасте 82-92 года ходили непосредственно именно такой Евлампий Иванович. Бывшим старостом, очень интересный человек. Уже одна рука, как моих три, наверное. И когда он сел, я даже не смотрел на его лицо, я просто был заинтригован руками. Потом мы посещали прекрасного карбасочника, который шьет карбасов. Это Андрей. В принципе, довольно молодой мужчина, 53 года, но прямо по нему видно. В жизни-то он, в общем-то, хапнул суровый. В процессе еще у меня будут серии рисунков, иллюстраций. Я думаю, что в целом дорогоет около 10. То есть это была серия социологов в поле. Но при этом Вероника Баланжатникова фиксировала сами портреты наших информантов. Первый такой опыт непосредственно общения с людьми, погружения в атмосферу, мне захотелось сделать такие портреты, образы. Со всеми людьми я непосредственно общалась, находилась рядом, когда происходило интервью. И здесь, на этой небольшой выставке, вы можете видеть 4 портрета. То есть первый портрет – это Андрей Евгеньевич. Он нам рассказал о том, как он шьет карбасы. То есть еще отец его учил этому делу. И мне захотелось немножко совместить образ портрета и текст. Текст здесь выполняет роль графический. То есть, конечно же, при большом желании можно прочитать, понять, что здесь написано. В первую очередь это некие виды, некие образы. То есть на этой композиции есть, можно ли, чайчик, карбас. Кто видел Андрея Евгеньевича, не знаю, получилось ли похоже, я старалась. Но это уже не с натуры, а по фотографиям, по впечатлениям. Следующий портрет, Евгений Иванович, тот самый, с руками. На самом деле, да, мне тоже хотелось изобразить всю фигуру, но я решила, что это будет именно портрет и серия портретов. Здесь интересно соединение двух историй. На фоне вы можете увидеть «Траву и суда». Евгений Иванович работал больше 8 лет в Мурманске. А сама я из Мурманска, мне очень эта тема затронула. А вот на его рубашке, кстати, очень необычно, что все люди, с которыми мы общались, они в рубашках, в клетчатых рубашках. Мне показалось, это очень символично. Это сети, клетки, рубашки, вот это все. И вот здесь вот в сетях запуталась горбуша. И две истории, одна про то, что он родился, здесь, но ему понадобилось много времени, чтобы вернуться обратно в эти родные края. То есть у него очень, естественно, большая, интересная, насыщенная жизнь была. И вот сейчас он вернулся, и он рассказывал про горбушу. Все, ее здесь очень много, не каждый рыбак вообще относится к ней, как к рыбе полноценной. И вот если она попадается ему в сеть, уже нагулявшая, уже не такая вкусная, вот, он ее выкидывает, и вот там написано «Вечерый медведь придет и съест». Всем хорошо. Вот здесь такое соединение двух историй, прошлый и настоящий. И вот последний портрет «Потрясающий человек». Она сама поморка. Очень много интересных рассказывала нам историй. Такое за часть полное погружение в быт, в жизнь поморов. Я тоже записывала на аудио или на видео часть рассказов и монологи. Первый раз у меня такое было. Обычно я включаю музыку, а тут, получается, под разговор этих людей я прописывала портреты, придумывала какие-то решения. И мне было здесь, вот, как раз в этом портрете очень сложно выбрать, какую историю написать на фон, потому что истории, вот, кто присутствовал в Яринге, вы помните, что там каждая история удивительная и интересная. Вот. Но мне особо понравилась про такая жизненная ситуация, про то, что рыбаки, они очень заняты, они очень много проводят времени на промысле, и, естественно, им не хватает времени украшать дом. И у нее, вот, самой дочка, и она ругается на своего мужа периодически, что, мол, вот он мало работает, ну, как в доме, не украшает дом. Вот она и говорит ей, вот эта цитата, что либо в море ходите денежку, либо дома сидите уже украшать дом. То есть такая бытовая вещь, которой, вот, может быть, мы не задумываемся, а для них это вот такая жизнь красная нитью проходит. Вот такие вот портреты у меня получились. Для меня это большой новый опыт. Писать портреты не так реалистично, а именно образно, это больше, наверное, какая-то, ну, композиция ближе к книжной графике. Мне очень этот опыт понравился. Я думаю, что я его продолжу, и его интересно показывать на выставке. Это как часть экспедиции. Для меня это погружение именно в быт, и я думаю, что людям, которые, может быть, не связаны с этой экспедицией, но придут, например, ко мне на выставку, и я опишу, что это, как это, где это было, что это за люди, то у зрителей появится более общий образ, что это такое. Поэтому большое спасибо за такой опыт. Мне он, как художник, очень понравился. Спасибо. Ну, я представила по результатам работы с научным нашим сектором «Триптих». Он решен в графических техниках, в отличие от лимерных моих работ, фотографика. Мои работы выполнены на основе тех расшифровок, диалогов, которые научные сотрудники собирали, соответственно, из первых уст. И было очень интересно, поскольку я всех людей практически не видела, да, была только у одного человека в гости, вот Александр, присутствует на первой этой работе. У меня даже была аудиозапись, то есть мы задавали ему вопрос, было интересно с ним общаться. Он очень такой открытый человек, вот, и он пояснил про 20 «врагов» в кавычках, «рыбака». Он много чего туда вложил, то есть начиная от каких-то политических, то, что происходит в стране, смена СССР до России, вот эти вот исторические перемены глобальные, когда произошло то, что колхоз-миллионер, который был, давал работу всем, да, он, к сожалению, утратил сейчас свои функции. Очень мало, соответственно, добывается рыбы. Вот он рассказывал на листе, представленных, кроме его портретов, самые главные враги, такие интересные, которые мне понравились, в которых я зарисовала. Это капшак. Капшак – это маленькая креветка вот здесь вот. То есть она очень мелкая, но он пояснил, что если все эти забыть, ну и проверить вовремя, то капшак за буквально 5 часов, они съедают семгу ту скелетом. Ты застаешь, говорят, голова, скелет, все. Хотя этими капшаками сама рыба и питается. Почему у нее красное мясо? Потому что креветки красноватые, сами по себе. То есть вот такой вот круговорот жизни в море. Потом там рыба-бычок. Очень страшная такая, как рыба-чок. Мне напоминает. Маленькая, но местные говорят, что их не ловят, потому что есть там нечего в нем. Но он зато очень. Он ест все, что не приколочено. Он ест, нападает на все и просто съедает. Ну и также основные такие крупные. Ну, я думаю, что нельзя их называть врагами. Это все равно, грубо говоря, такие жители морские полноправные, как и рыбаки. То есть нервом представлено морж. Хотя вот мне следующие люди сказали, что здесь он редко бывает. И лакшак. Лакшак, да, это морской заяц. Они очень часто из-за сетей рыбу достают и портят сети. Также представлено рюжа. И еще один текст был о том, что происходит вообще, какие виды рыб добываются в море. И работа, суровая работа рыбака. Каждодневный труд. Поэтому здесь изображен такой образный персонаж, так скажем. Это не конкретный человек. Вот он такой. У него мозолисть, приконтуженные руки. Он очень загорелый, потому что он все время ходит в море. Вот он с сенгой в руках. И там нарисована Таня. То есть, как рыбаки достают и выбирают сети. И домик сам, в котором они вынуждены жить в разный период. Соответственно, там, если селедка идет, то может быть до 10 человек там находится. Почему? Потому что нужно не постоянно просматривать, чтобы водоросли не накопились в них, куда-то не вырвало, потому что штормит и все прочее. А здесь вот добыча сенги получается и как раз такие вот этот домик на Тони. И третья работа посвящена зимней львалке. То есть, мы рассматриваем сейчас в основном лето. И зимняя рыбалка одна из промысловых рыб Советского Союза, когда на какой рыбе, соответственно, колхоз был миллионером, это на вагах. Одной из наших задач было погружение в рыбовецкую среду, в рыбовецкий промысел. И для этого нам было необходимо выявить цикл. Важно уточнить, что здесь есть, в этом регионе есть ограничения, то, что ловят колхозники, местным колхозом то, что ловится, и то, что ловится частниками. Это важно учитывать из-за ряда некоторых противоречий с ограничениями в виде ловли и с тем, что колхоз значительно сократил вылов рыбы, начиная с прошлого века. И рассмотрим по сезонам. В мае начинается самая ранняя рыба, это сель. С 1 по 9 мая примерно ставят среденники и ловят до конца июля. Мы учитывали не то, как ловит рыбу определенный частник или определенная группа людей, а ход рыбы. То есть мы пытались взять среди арифметические того, как ловят, и отобразить это вот в виде вот такого графика. Горбуша идет летом, с июня по август. Важно понимать, что горбуша не лестится в реках, она поэтому здесь и проплывает, когда не идет в реке. И уже в конце июля, начале августа она попадается уже отместившаяся, милая, зеленая, синяя, текая. Так что август мы будем считать в исходе. И важно еще отметить, что горбуша, в данном случае, это не нативный вид. То есть горбушу сюда привезли, значит, соответственно, было две попытки, так сказать, приживить здесь горбушу. Одна была... Сахалинская... Сахалинская, да. Сахалинская не прижилась, прижилась магаданская. И на Онежском рыборазводном комбинате выпустили мальков. И первый лов горбуши уже зрелый был в 1971 году. И с тех пор, каждые два года, по нечетным годам, горбуша заходит в губу и дальше поднимается на нерест уже в пресноводный водоем. И во время как раз в этот летний период ловится другая важная рыболовная культура, ловится семга. Семгу местные жители очень любят. Самое интересное противоречие, которое мы нашли, многие информации отмечают то, что во время того, как ловится горбуша, семга и другие рыбы, которые также не остаются в реке, не идет. Некоторые говорят, что это из-за того, что горбуша агрессивна. как-то защищают места своего места. Суть в том, что местные жители все равно предпочитают семгу горбуши и говорят о том, что, ну, буквально цитирую, горбуша у нас целый морозильник, но мы ее не хотим есть. Мы не хотим, мы вот семгу ждем. И из-за того, что семга, по мнению информантов, идет как раз, когда заканчивается горбуша, тут небольшой получается наговор на горбушу. Мы за того, чтобы ее в правах устанавливать и никак не притеснять. Семга идет примерно до октябрьских праздников, но, опять же, некоторые отмечают, что кому-то она отпадает и 13 декабря. Здесь важно отмечать, что практики рыболов у отдельных людей совершенно разные. Есть те, кто рыбачивает перманентно и есть те, у кого это, ну, не знаю, занимается не такую важную часть жизни и они это делают по своему объявлению к ухудению. И, опять же, главный, основной из главных видов рыб это навага. Интересно тем, что она появляется в воде, когда она становится холодная. То есть она, вот, когда появляются заворуски, когда грядут и ровносят, тогда идет навага. А навагу, скорее всего, ловят рюжами. И как раз изменение климата на данной территории связалось на цикле ловли наваги, так как в период замерзания навагу рюжей не поставишь, потому что иначе колья помернут и будет невозможно их вынуть. И на этой прекрасной ноте мы приходим к моменту льда. и проблем, которые с этим возникают. От селедки до наваги днем и в сумраке ночей год за годом рыболовы выбирают из сетей. издавна ценили люди в городах и селах нашу майскую селедку пряного посола. ставьте братцы не вода расставляйте рюжи к нам в несчетные года прет стеной горбуша. в декабре придет зима скроет лед водицу к нам в губу пойдет навага будет нереститься. секретно завтра над зима так зима нормальная северная зима она и должна быть такой мы привыкли к этому мы наоборот нам плохо когда дожди зимой идут сляпать вот это а сейчас это очень стесно ну собственно таким образом переходим к тому что меняет в погоде что меняется в той среде в которой живет собственно этот самый рыбак возможно помор возможно не помор однако рыбак еще Таня расскажет про те многочисленные трудности которые рыбак встречает но первый из них это конечно это погода и с одной стороны есть в принципе погодные явления с которыми трудными дело могут быть шторма про это еще расскажу про рыбак и шторма этот сюжет но мы старались обращать внимание на то как на рыбака влияет то как меняется погода и то каким образом приходится рыбакам изменять свои практики свой образ жизни разными способами адаптироваться и вот мы старались здесь через опросы выявить то какие изменения происходят в последнее время и что меняется в их жизни и посмотреть вот в чем конкретно это проявляется и самый яркий естественно сюжет и основной и он повторяющийся не только здесь но и много где по тем местам где мы проводили исследования это про установление льда от льда очень много что зависит и период когда лед встает имеется ввиду конечно нормальный прочный лед по которому можно проехать по которому можно что-то провести который можно там просверлить пробурить и так далее то есть надежный такой лед и тот период который этот лед устанавливается здесь это принципиально то есть везде это принципиально потому что пока лед не встал невозможны никакие водные переправы там где реки озера это тоже существенно то есть ты на лодке перемещаться уже не можешь пешком или на транспорте там на машине на тракторе еще на чем-то ты как бы еще не можешь и этот период растягивается и время установления нормального крепкого льда тоже откладывается и об этом нам рассказывали многие информанты нам рассказывали про то как что раньше нормально было на тракторе проехать в луду вот все тут добирались сюда из луды на лодке вот представляете где это расположено и соответственно это основной способ что-то перевезти куда-то отправиться хотя раньше здесь ходил еще паром но в общем это уже было достаточно давно хотя Тоня может быть скажет в 11-м году он поломался окончательно 10 лет назад еще отсюда прям ходил от Зайцкого от Зайцкого в луду от Зайцкого от Зайцкого в луду и немножко другое были замечательные упоминания про самолет про то что старожилы вспоминают что когда-то лед в Унской губе собственно на этой переправе был настолько крепкий что на него сажали самолет прям с рыбаками из Архангельска рыбаки в отпуске обычно на новогодний праздник ездили соответственно логить на подлёдный лов но это тоже были небольшие самолеты естественно кукурузники но тем не менее лед был достаточно крепок чтобы их сажать на лёд и это было где-то в конце 70-х начале 80-х была еще версия то что технической безопасности просто была другая тоже возможно да ну то есть там радист сидел вот соответственно самолеты эти обслуживали то есть это прямо была распространенная практика вот в этом году как раз была достаточно холодная зима и был хороший лёд достаточно много лет до этого это была супер нестабильная ситуация на что это влияет это влияет на планирование то есть основные грузы доставляются естественно по льду здесь достаточно труднодоступная территория а самолетам это все дорого естественно то есть даже написано что провозить багаж весом не более 30 килограммов если кому-то нужно завести стройматериал или топливо или еще что-то это все осуществляется по льду и соответственно планирование смещается это первое мы поняли в процессе тоже разговоров и такого вживания здесь вот в жизнь в лопшинге то как у местного жителя должны быть совершенно другие чем у нас отношения ситуации неопределенности и ну по крайней мере нам кажется что мы это прям замечаем и ощущаем что местные жители гораздо проще относятся к тому что возможность спланировать что-то точно она намного меньше чем мы привыкли для нас это сразу большой стресс а мы не знаем а вдруг будет шторм и нам придется ждать не знаем сколько и получится или самолет полетит не полетит а вдруг что-то для нас это прям сильный стресс то как будто бы местные жители они все время живут в таких условиях они понимают что ну либо получится либо нет что это всегда история про вероятность это одна часть про лед вторая часть она уже не про перевозки она про рыболовство это то что Елена отразила здесь тоже на ловле наваги о том что навага как здесь уже звучало это была такая прям основная рыба которая здесь очень важна то есть есть вкусная рыба а есть там основная питательная рыба есть как бы основная масса рыбная все-таки многие говорят что это всегда была навага которую вылавливают зимой рюжами там по большими такими партиями и есть запрет на то чтобы ее ловить во время нереста до середины января только ее можно ловить а начинать можно соответственно с того момента и массово она ловится пока не установится лед соответственно того момента когда установился лед на который уже можно выйти и под который можно поставить рюжи А от этого зависит, сколько в принципе в этом году рыбаки будут, сколько у них будет времени на это дело. Соответственно, чем позже сналивается лед, тем больше сокращается лоб. Многие говорят, что где-то после Нового года встал лед, ну там вот что-то там до середины января половили, а потом запрет, а потом уже она после нереста, и вот я уже упоминала, что после нереста рыба не очень-то съедобна. Рыбаку охота в море, он на берегу сидит. В море выйдет, его карбас зашугует, заштормит. А над унскую губою самолет летает. Он бы сел, да слишком быстро лед весною тает. И теперь Таня нам поведает эпос о 20 врагах рыбака, вот на самом деле. Мы не рассчитали 20. Да, 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 Лена взяла в кавычки слово «враги», на самом деле слово «20» тоже на кавычки. Это я хочу начать с цитаты. «Всякой пакости много, и все тебе пакости. У рыбака тут 20 врагов, плюс еще не погода». Это нам сказал прекрасный дядя Саша, который изображен у Лены на триптихе. Это была первая иллюстрация. Он такой высокий, красивый, дяденька, и очень такой интересный по общению. В ходе нашего исследования мы общались с местными рыбаками, и нам удалось узнать много интересных деталей. А именно то, что погодные условия достаточно сильно влияют на рыболовецкий промысел. Погода меняется внезапно, дуют суровые ветра, часто штормит, что затрудняет выход в море моря, получается. У рыбака имеются враги. Это нерпа, это капшак, это рыбинспекция, по их словам. Это моржик 300 килограмм. Креветочка. Креветочка, медуза, инфельция. Но, как нам сказал еще один рыбак, самый главный враг для рыбака – это сам рыбак. Мы по многим причинам можем понять, почему. Осложняется промысел в целом, медузы набиваются в сетку, получается. Набиваются, да. Без рыбы можно с сетями достать просто медузу и кисель, и потом все это довольно трудно притереть. Будет не очень вкусный салатик. С водорослями, еще с водорослями, то есть там фукусы, всякого какого. Да, вот уже упомянули, что капшак объедает опасности во время улова. Но рыбак должен всегда быть насторожен, в этом и заключается его рыболовецкое искусство. Численность видов хищников, как бы самых главных, нерв, белух и так далее, мы не регулируем, потому что их там отлов, отстрел, забой запрещено. Популяция рыбы тоже по разным причинам, судя по всему, сокращается. Поэтому наблюдается такая конкуренция между рыбаками и, так сказать, другими... И другими млекопитающими. А теперь сейчас слушайте. Приезжал Филипп Киркоров, нерп убить нам запретил. Нынче нерпа нас, поморов, объедает, что есть сил. Объедает нас капшак, рвет белуха сети. Ох, непросто рыболовам жить на белом свете. Да, я начну с того, что мы сегодня играли в спектакль по сказке о рыбаке и рыбке. И мне кажется, что такое общее представление о том, как быть рыбаком, что доказал бы что-то там сложного. Ну, то есть ты там сетку поставил, потом, значит, ее проверил, взял, оттуда рыбу вытащил. Ну, и классно. То есть, ну, когда холодно, ну, наверное, не очень прикольно, если ветер дует. Но на самом деле оказалось, что трудностей довольно много. Да, и непогода, и вот разные другие, не только млекопитающие. Не другие. И трудностей у рыбака достаточно много. И мы хотели представить несколько зарисовок из непростой части жизни рыбака. Мы там все пришли. И дадим детку, да, опять же, голос нашим информатам. И трудоемкая работа была, очень трудоемкая. И вот когда выезжали, будем брать, как и сейчас, сказали, что, выбрал сети, пошел домой. А там раньше поставил сети и говорил, куда что, надо все время сидеть на участке. А участок три километра от деревни. Да, это рассказ одного из наших информантов. Дальше он рассказывал достаточно подробно. Здесь довольно много тоней. Вот мы сейчас, здесь есть две тони прямо в Лопшинге. Раньше их было много, по берегу стало очень много гневодов. Они уходили также там в сторону Яринги и в другую сторону, на север. И рыбаки были приписаны к тоням. И, соответственно, то было все время присутствовать на этом участке. Там дежурили люди, иногда там до десяти человек. Они прямо жили на тонях. То есть, как бы, рыбак отчет, который только посмотрел, ну что там, и там проверил сетки. А это постоянное, как бы, присутствие рядом с морем в силу очень высокой зависимости. То, что если вот начинается шторм, то есть, ты могу, например, предсказать, вот сейчас как бы раздует или не раздует, начнется сейчас шторм или нет. И выйти и быстро снять сети, потому что после этого, если будет шторм, то, возможно, не будет у тебя больше, ну, немода. Потому что туда и все, что набьется. А потом это все вытряхивать. А не вот, может быть, огромный. То есть, это довольно большое количество биомассы. И это все чистить. И это все может запутаться. Это все может порваться. И может это вообще просто нести, смыть. Просто совсем напрочь. И это большая беда. Поэтому рыбаки все время должны быть на чеку. Все время как, что, где. Один рыбак, он рассказывал, что до сих пор, когда становится темная ночь, то есть, ближе к осени, что рыбаки на ночь снимают сети, например. Зачем? Потому что можно посмотреть прогноз погоды. То, что мы говорят про рыбаков в современном мире. То есть, если раньше нужно было, особенно если у тебя участок где-то далеко, то есть, тебе для того, чтобы снять немод, а на это нужно полчаса потратить, для этого тебе еще нужно доехать туда, до участка, соответственно, снять. Это довольно много времени. К тому же, может уже быть шторм, и ты уже ничего не снимешь. И ответственно, ты должен все время там дежурить. А сейчас что? Ты посмотрел прогноз погоды, Надя? Он, в общем-то, как бы, если там не обещают никого особого ветра, ну, как бы, все нормально. У каждого рыбака, конечно, свой метод предсказания погоды. Кто-то ныряет, кто-то ныряет, соответственно, кто-то полагается на современные возможности, а кто-то нет и действует постаре. Вы спрашивали наших информантов относительно того, существуют, пользуются ли они какими-то приветами. В целом установили, что как раз-таки прогноз погоды, в общем, заменил им приметы, но какие-то маленькие детальки остались. То есть, например, как раз-таки вот эта самая медуза, которая порой идет тоже такой стеной и просто может утопить небо, она обычно где-то за сутки до шторма его как-то чувствует и уходит на дно. Это тоже такая примета, которая не всеми рыбаками разделяется, но, тем не менее, она есть. Шторм – это стресс, это нужно снимать эти сети и так далее. Другая часть, что если штормов нет, то и рыбы тоже нет. Когда долго море спокойное, то лангтон спускается на дно, травоядная рыба за ним уходит тоже на дно, и за ней хищная рыба уходит на дно, и в итоге рыба такой, к сожалению, что-то пошло не так. Соответственно, шторма нужны для того, чтобы это все поднималось наверх. Для рыболовства это необходимость. И я, наверное, ставлю это таким вопросом, потому что это то, с чем мы точно в рамках этого мероприятия не успели бы и не смогли бы разобраться, что все, естественно, говорят разное. Про то, меняются ли ветра, насколько устойчиво меняются там и сила, и направление ветров здесь. И я думаю, что мы посмотрим это по метеоданным, потому что есть здесь ветра, которые стабильно вызывают шторм. Это очень понятно, вот дует оттуда, ну, значит, скоро придет, скоро заштормит. Есть, соответственно, наоборот ветра, которые звучат, что он будет дуть, дуть постепенно, а шторма не будет. И да, нам один рыбак сказал такую фразу, он говорит, тихо не ловит. То есть, если долго тихая погода или просто стабильный слабый ветер, то ловиться ничего не будет, потому что произошло. Про ветра нужно будет еще выяснять. В целом мы посмотрели и показали то, что резилиентность местных жителей очень высокая, благодаря тому, что постоянно меняются условия их жизни. И в данный момент, сейчас, они успешно адаптируются к климату, ну, не применяя каких-то особых практик, которые обязаны применять олееводы. Пока на рыбную ловлю сдвиги происходят, погода меняется, климат меняется, а люди успешно адаптируются. Как у вас тут резилиентность? Где тут адаптация? Слов у нас таких не знают, так не выражаются. Мы хотели завершить лирически стихотворением про поморов, стихотворение, которое написала одна наша информантка в деревне Яринга. Я захожу в музей и посмотрю в детство, и слышу учащенное сердце стук, не насмотреться мне, не наглядеться, где стихотворение печать хозяйских рук. Как будто все ушли, ушло невозвратимо, теперь изба музей киспей своих встречает. Поведай им о том, как наши предки жили, им покажи простой крестьянский обиход, чтоб помнили они и в памяти хранили, каким мастеровым поморский был народ. Спасибо. 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 Спасибо.